Каковы перспективы референдума? Верно ли, что власть пытается его слить руками оппозиции? Мне кажется, да, здесь все совершенно понятно. Во-первых, вы попробуйте запомнить вопрос, который сформулировал наш друг Илья Свиридов, или который формулирует КПРФ, или который еще кто-то формулирует. Это так вот, так запутанно. Не хотите ли вы сказать, что вы против, если вы не согласны с тем, что... В общем, что-то невероятное. Кстати говоря, формально понятно, почему так. Вообще считается, что люди больше склонны отвечать «да», чем «нет». Поэтому вы так формулируете вопрос, чтобы выгодный вам ответ был именно «да». Но поскольку на самом деле содержательно выгодный или правильный ответ – это «нет», то попытаться превратить «нет» в «да» – это, во-первых, просто полностью запутать саму аудиторию. Вы понимаете, даже если бы люди говорили, что лучше «да» ответить, чем «нет», а правильный ответ – «нет». Значит, на 2% больше было бы «да». Но тут 90% к 10%. То есть понятно, что даже если бы «нет» выигрывало не 90%, а там 73% – какая разница, все равно выигрывает. Поэтому тут мотивация совершенно не работает подобная. Мне кажется, что действительно люди хотят как-то похитрее все это дело развернуть, исходя из своих специфических интересов, своих политических перспектив, обещаний, взаимных каких-то договоренностей. Ну, а при этом все-таки не будет никакого референдума. Почему? Потому что допустить любой референдум, даже с кривыми вопросами, мне кажется, для власти… Ну, это будет самострел. Да, самострел. Причем это будет даже плохо не из-за результатов, которые… Ну, я не верю, что можно сфальсифицировать. Либо если уже их сфальсифицировать, это будет… Ну, это уже будет совсем. Но это будет волна возмущения. А главное, сам факт проведения референдума требует организации большого количества людей на местах. Ну, я не вижу… Может, я ошибаюсь, конечно, может, в телеграм-каналах правильно пишут, что решили все-таки референдум продавить, провести, но мне кажется, это… Нет, но если да, если пройдут референдум с любым вопросом, даже самым критинским, это самострел власти, безусловно. Надо тогда в этом участвовать. Вероятность его кажется крайне небольшой. Небольшой, лично мне.